Вода даже чистая, но в сочетании с морозом может создать серьезные коммунальные проблемы. Межсезонье один из самых напряженных с этой точки периодов. Еще сложнее придется зимой. Противостояние человека природным капризом вполне можно сравнить с боксерским турниром. За стартом этого нелегкого поединка следил Евгений Шоев. Первый турнир между сибирскими холодами и человеком объявляется открытым. Сегодня мы станем свидетелями первой части состязания, оставив дороги и отопление более опытным бойцам. Итак, в синем углу ринга нарить на городских крышах. В красном же собралась целая команда. Коммунальщики, ученые и простые жители Иркутска. Итак, первый раунд. По традиции первый удар наносит природа. По прогнозам синоптиков уже к концу октября температура воздуха опустится до отметки в 15 градусов. Что это? В перчатке у природы обнаружено нет неподкова, снег и метель, которые также ожидаются в столице региона. Еще удар. Оттепель в начале ноября. А значит, снег, лежащий на крышах, запросто превратится в главное оружие природы. Сосульки. 1-0. К этому бою люди подошли основательно. Брать наледь на крышах решили не силой, а умом. На днях иркутские ученые опробовали новую антиобледенительную систему. Разработали и произвели ее в Иркутске. Срок службы минимум 30 лет. Но самое главное – это абсолютная автономность и энергоэффективность. 1-1. У любого здания есть четыре стороны. Соответственно, как бы то ни было, есть ветровая нагрузка с одной стороны, с другой ее нет. Наша система вообще разделена на сегменты. Вот такие сегментики, 173 штуки по всей перемотке. И каждый из себя является и нагревательным элементом, регулятором и датчиком температуры. Но до нокаута еще далеко. Из сотен иркутских крыш на данный момент система установлена только на одной. В новом детском саду. Стоимость оружия порядка 600 тысяч рублей. Вскоре ученые собираются вывести систему на международный рынок. Кто станет победителем из вечной битвы в этом году, нам еще только предстоит узнать. Отличную заявку на победу имеют оба участника. Остается надеяться, что подобные системы будут установлены на каждой городской крыше. А значит, на одно оружие в виде наледи и сосулек у природы станет меньше. Евгений Шоев, Владимир Пинаев. Новости по будням.